Мужчина предлагает поговорить по видео, чтобы время не терять, без диалога. Это нормально, о чём говорить в таком разговоре, когда ничего не знаешь о нём. Но на самом деле, смотрите, я вообще считаю, что значимость информации в анкетах некоторые женщины переоценивают. Они настолько каждое слово, прописанное в анкете, воспринимают как абсолютную истину, что забывают важность личного впечатления и забывают важность просто разговора. Мы люди, мы разговариваем, мы не пишем. Мы должны разговаривать. Вот босоногое наше детство, которое прошло в разговорах и в беготне, оно нормальное. А вот то, что сейчас сидится и только через переписку может что-то договориться, это, в принципе, к сожалению, туда у нас появился технический прогресс до невиданных чудес. Вот, поэтому, если мужчина вам предлагает поговорить по видео, ну так вот вы с ним на видео сразу посмотрите, и, в принципе, вам даже думать не надо, о чём разговаривать. Если анкеты вы его не читали, берёте в руки анкету, да, пустую, и читает. А сколько тебе лет? Ага. А где ты живёшь? Ага. А рост у тебя какой? Ага. А ты чем занимаешься? Ага. То есть, получается, вам даже не надо думать, потому что если у вас есть анкета, ну и, по сути дела, то, как вопрос дама задала, понятно, что у неё проблемы с коммуникацией, ей надо за что-то зацепиться. Вот, то есть, получается, что если у вас есть анкета, тогда начинается судорожно, он писал путешествие, я должна что-то про путешествие спросить, а я путешествовать-то не люблю. Он написал про спорт, а я спорт... Извините. Спортом не занимаюсь. Как я с ним буду про спорт разговаривать, если у него только про спорт написано? То есть, получается, что если заданная информация в анкете, то это даже в некоторых случаях сокращает список вопросов, а не расширяет его, потому что дамы зацикливаются на том, чтобы спросить его только то, что касается его анкеты, вспомнить, что было в анкете. Некоторые распечатывают эти анкеты, чтобы разговаривать исключительно только по фактам, которые мужчина в своей анкете написал. Самое простое, опять же, если вам мужчина никакой анкеты не подоставлял, вы ничего про него не знаете, самое простое, кто ты, что ты, кем работаешь, с чем увлекаешься, в свободное время, не в свободное время, дети, мама, папа, где живут, куда пойдем, куда не пойдем. Самый простой вариант. Зато это у вас займет 5, максимум 10 минут. Вы на него по видео посмотрели, он на вас на видео посмотрел, у вас уже создалось вот это личное первое впечатление, и у вас уже есть понимание, нужно ли на этого кандидата тратить время или нет. Если дама, как в нашем вопросе, время не теряет без диалога, то есть она сидела вот писаниной, пальцами своими задавала вот эти вопросы, у нее уйдет на задать вопрос, получить ответ, задать вопрос, получить ответ намного больше времени, чем на видеозвонок. Согласны со мной? Однозначно писать дольше, чем видео созвониться. И, соответственно, если она созвонится, она эту анкету быстро проговорила, а если она будет вот эти вопросы свои по анкете, диалог с ним какой-то создавать, не понимая, не зная, как он эти вопросы поймет, как он примет, правду он писал, не писал, он ли на самом деле отвечает или вообще непонятно, какой это там нигейский товарищ. То есть получается телефонный звонок или видеозвонок – это огромная экономия времени. Просто на самом деле, вот как факт, мне надо, наверное, какую-то цитату составить о том, что хотите сэкономить время, идите общаться по видео, не тратьте время на вот эту писанину. Ну вот, как раз, это прекрасно, когда можно поговорить, однозначно, это намного лучше, намного быстрее, чем вот эта вся ерундистика с этой писаниной. Тем более эта писанина, опять же, все идет по одним и тем же самым вопросам, по кругу. Такое ощущение, что одни и те же самые люди. Когда он говорит, он уже другой. Он для тебя перестает быть картинкой с буковками, он становится человеком. И даже если не понравился этот телефонный звонок или видеозвонок, можно свернуть через 5 минут. А вот это вот писание, оно займет намного больше времени. Поэтому я знаю, я тоже не люблю видеозвонки, терпеть не могу, меня каждый раз ломает. Но вот с точки зрения экономии времени видеозвонок намного лучше. Если вас еще больше ломает на видеозвонки, чем меня, тогда вы можете записывать ему видео. Чтобы избежать вот этого видеозвонка, вы можете ему записать видео. Там, дорогой Джон, это я, Маша. Вот, на видеозвонок у меня сейчас нет времени, но я хотела записать тебе видео, чтобы ты на меня посмотрел. Почти мне свое видео. Может быть, понравится, тогда и есть смысл договариваться на видеозвонок. Если не понравился, заблокировали его и пошли дальше. Мне кажется, что для нее это отговорки страшновато выйти на видео. Однозначно. Все вот эти отговорки, я не могу, у меня нет времени, мне это страшно выйти на видео. На самом деле тут совет может быть только один. Чем больше ты это делаешь, чем больше ты на видео выходишь, тем легче оно становится с каждым разом. И в какой-то момент тебе становится все равно. Первый раз, да, сложно. Второй раз оно тоже ломает. В третий раз, а потом через упражнения, тренировка боем такая, через упражнения оно все дается легче.